МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный командир Тверского СОБРа. Артём, добрый день. Очень рада видеть тебя сегодня в студии. Эдуард Васильевич Бутко, сотрудник управления Росгвардии по Тверской области. Эдуард, добрый день. И Сергей Юрьевич Протасов, сотрудник управления Росгвардии по Тверской области. Серёж, добрый день. Уважаемые друзья, информационный повод сегодня у нас, вроде бы, кажется, не такой уж большой, хотя тема для обсуждения, та, которую мы обсуждаем уже, может быть, даже не один год в стенах этой студии, это помощь детям, как уберечь наших детей от дурного влияния, от влияния тех же самых наркотиков, от влияния терроризма и экстремизма. И я думаю, что здесь бойцы Тверского СОБРа, бойцы управления Росгвардии, они всегда стоят, что называется, на передовой. В конце января, да, Серёж проходил в Торжке турнир, очередной турнир, и посвящён он был дню образования специального отряда быстрого реагирования. Турнир проходил прошедшую субботу. Посетили его исполняющие главы города Кулагин Сергей Викторович, начальник управления Росгвардии Пляскин Александр Константинович и действующий командир СОБРа, полковник Шарабуров Владимир Андреевич. Всего было заявлено порядка 160 спортсменов, но в связи с обстановкой, которая сейчас эпидемиологическая, пять команд у нас снялись. То есть буквально мне позвонили вечером в пятницу, говорит, извини, Суворовское училище, тоже не смогли, у них очень большие команды сильные были. Вообще идея была изначально, когда только Федерация начинала свою деятельность, сделать ежегодный мастерский турнир и собрать все силовые ведомства, которые у нас есть в регионе. Это Суворовское училище, Академия ПВО, УФСБ, УФСИН, МВД, МЧС. Сейчас, на данный момент, он является открытым. То есть все-таки пришли к тому, что сделали его открытым. Заявляются различные команды, отовсюду могут, да, приезжать? Кстати, Сереж, напомним, о каком виде спорта речь-то идет? У нас... Да, с чего начали-то? ВИЗ-спорт у нас рукопашный бой, он входит в спартакиаду всех силовых ведомств. Соответственно, поэтому мы его и внесли в календарь. Обязательно такие турниры, как память Александра Васильевича Суворова, день образования СОБРа, день воздушно-садных войск. Это три обязательных турнира. Три кита, да, на которых стоит... Ну, потом о каждом из этих китов мы поговорим. Здесь я была на одном из турниров и видела, что соревнуются ребятишки. Я просто думаю, а как это вообще возможно? Стоит маленькая девочка, по-моему, 6 лет, да? Против мальчика такого же. И вот у неё косички вот так. И девочка там такие же приёмы выполняет, она ещё этого мальчика там на лопатке, да? И ещё победу она одерживает. Со скольки лет тренируете ребят? Вообще, если брать как вид спорта, мы можем заявлять детей с 12 лет. Но принимаем всех с 6 лет. Начинается всё с общей физической подготовки, с укрепляющих упражнений, подводящих упражнений, к ударной борцовской технике. И постепенно, к 12 годам, то есть мы выводим уже полноценных спортсменов. Это вообще замечательно. Артём Валерьевич, лет 10, лет 15, лет 20, наверное, сколько я вот постоянно бывала в отряде, да? И всегда я помню, что у меня руководство СОБРа приглашало всегда на уроки мужества, на открытые уроки. То есть это было уже, наверное, такое ощущение, что с момента образования отряда, потому что задачи-то отряды очень непростые. И редко кто может быть выполнять. Да, спецназ, это вообще отдельный разговор, отдельное подразделение. Но СОБР считался элитой. Сначала полиция, теперь Росгвардия. Своих задач хватает. И всё равно время на детей вы выделяли. Ну, вообще, это изначально было, наверное, при сначала самого создания отряда. Наверное, в 90-х годах это было реже. Реже было, потому что, наверное, идеология была несколько другая. Да и горячие точки там были. И не до этого было. Я постоянно находился на Кавказе, на Северном Кавказе. Ну, вот в начале 2000-х, во-первых, поменялась сама политика воспитания детей, идеологии государства. Владимир Владимирович Путин, наш деятельный президент, сделал именно на этом акцент, на воспитании молодого поколения. И даже те, кого мы начинали, скажем так, воспитывать в конце 90-х, в начале 2000-х, сегодня служат у нас в отряде. Те, кто приходили к нам в школе. Хотя мы тогда ещё говорили, я помню, в репортажах, возможно, возможно, кто-то, такая надежда была. Да, у нас есть такие люди, которые ещё будут, так сказать, в школе, в средней, там, в восьмом классе, посетили нас отряд, вообще всё поставили перед собой. Цель, мечта попасть в отряд, отслужили срочную службу в армии. Значит, и потом уже, причём не с первого, там, со второго, с третьего, потому что первого раза, может быть, не получалось даже дать физические нормативы. А это же очень сложно всегда, мы сегодня расслуживаем, как по войску. И они всё равно этого добились, да, и попали. Вот сегодня есть такие люди, которые служат в отряде, изначально придя в него учеником средней школы, так сказать, именно урок мужества. А, Эдуард, вы с какого, сразу, а возначим другой вид спорта, да? Дзюдо. Дзюдо, да. Потому что Сергей у нас прорукопашный, вы в дзюдо. С какого года начали заниматься с детьми? С 2008-го. 2008-й. А СОБРу у нас, специальному отряду быстрого реагирования... 29. 29, ну почти 30 лет, да? То есть, то же самое. То есть, ваше мнение по поводу того, зачем бойцу спецподразделения необходимо возиться с детьми, чему-то там учить, времени и так мало. У вас сплошное дежурство, у вас сплошная выезд, у вас специфическая работа. Родные и так дома не видят. Ну, не знаю, я сам всю жизнь занимался спортом. И на гражданке, и в армии, и когда пришел в систему. Со временем, наверное, когда мы становимся старше, мы кому-то должны передать тот опыт, который имеем. А может быть, даже и те амбиции, которые не удалось воплотить в жизнь, реализовать их с помощью детей, с помощью своих учеников. Ведь для кого-то итогом его работы является зарубная плата, а для кого-то результат егоных спортсменов. Я смотрю, Эдуард, где-то в 2016 году я делал сюжет в патрульной службе, и говорю, 150 раз в уходящем году, в конце декабря, воспитанники Эдуарда Будко поднимаются на пьедестал почета. То есть, здесь по-прежнему вот такой вот показатель, что воспитанники поднимаются на пьедестал почета, это важно? Важно, но сейчас маленько, наверное, не то, что отношение изменилось к соревнованиям, просто, вот действительно, Сергей уже сказал, сейчас уже третий год такого сложного периода. Вмешалась, да, вот эта вот несчастная болезнь. И мы уже не можем ни таким количеством, ни так часто выезжать на соревнования. Отменяют, отменили даже Олимпиаду. Что уже говорить о внутренних соревнованиях. Отменяют и чемпионаты России, и Кубки России. Вот буквально мне вчера пришло уведомление, мы на следующей неделе должны по адаптивному спорту были со своей спортсменкой ехать на Кубок России в Курск. Опять очередные соревнования отменили. На носу еще много ответственных соревнований, но живем одним днем сейчас. О том, как жить дальше, поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня говорим о том, как бойцы, сотрудники управления Росгвардии по Тверской области занимаются с детьми, что воспитывают, как проходят эти занятия, зачем это вообще надо. Эдуард, до перерыва на рекламу вы сказали, что, к сожалению, многие соревнования из-за пандемии не реализовываются. Просто-напросто их выносят за график. Но тренировки продолжаются? Тренировки продолжаются, конечно, но мы тоже болеем. И народ болеет, и тренера тоже болеют. Ну, из колеи маленько, вот эта пандемия нас маленько выбила. Но тренировки продолжаются, каждый день идут. Кстати, вот база тренировочная у вас по-прежнему 19-я школа, которая рядом со штабом СОБР находится, да? То есть это уже много лет как-то начиналось, так вы поддерживаете отношения? С 2009 года, да, меня пригласили в эту школу работать, ну, еще старый директор Мигаловской школы, у которого я еще учился. Я родился в Мигалове, всю жизнь прожил. И вот он тоже с такой инициативой обратился. Я тренировал в другом зале, в городе. Попросил, говорит, ну, наши же дети, ты здесь вырос, а нам некуда ходить. Мы кроме улицы ничего не знаем. И вот он выделил помещение безвозмездное. И сейчас администрация школы, ну, всячески способствует нашему сотрудничеству. И вот мы много привлекли детей за эти 13 лет, что мы там работаем. Я не знаю, ни сотни, ни две, наверное, больше отзанималось. То есть просто кто-то заканчивает школу, поступает в учебные заведения, уходит, первоклассники опять приходят. То есть у нас получается вот такая вот текучка. Ну, это не обязательно, что, вот многие говорят, что сейчас, да, вы специально занимаетесь, бойцы Росгвардии, в том числе и силовых структур других, занимаются с детьми, чтобы потом они шли служить в армию, служили отечеству. Это вовсе не так ведь, да, Серёж? Это же, они могут служить где угодно и работать где угодно, да? И вовсе не обязательно, что они будут связаны каким-то образом с правоохранительными органами. Ну, знаете, как тут отчасти у нас летом было подписано соглашение о союзе единоборств. Ну, что это такое за социальная программа? Сейчас буквально пару слов. Союз единоборств создавался как некая программа для поддержания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. То есть неблагополучные семьи, неполные, многодетные. То есть программа очень большая. То есть она написана там на 20 листов, расписано всё. И там не только спортивные составляющие. То есть принципиально чем отличается она от других видов спорта? Многие виды спорта, мы знаем, многие федерации занимаются, у них есть бюджетные места, льготные, куда дети могут приходить. Безвозмездно заниматься, им предоставляют экипировку, всё. Здесь в чём отличие? Помимо того, что дети занимаются бесплатно, мы не просто даём им какие-то физические навыки, да? Мы их ведём полноценно. Это начиная от воспитания патриотического, духовного, спортивного. Это всё делается в сумме. То есть если ребёнок не пришёл на тренировку, мы должны знать дело. Почему он отсутствует? Мы связываемся с родителями. То есть у вас есть связь с родителями, вы можете посещать семьи, те же самые, как раньше классные руководители ходили и спрашивали, а где-то есть. Вот, да, то есть здесь работа проводится полноценная. То есть, допустим, я могу сейчас говорить за свой вид спорта. Вообще входит у нас туда федерация бокса, федерация комплексных единоборств, федерация самбо сейчас включилась также на базе Ржевской спортшколы, федерация рукопашного боя, это Тверская епархия и, соответственно, Министерство демографической и семейной политики. Я перебью. Эдуард, вы отдельно в федерации у вас стоит, да? Федерация дзюдо. Да. Да? Но те слова, которые сейчас говорил Сергей относительно воспитательной работы с детьми, это то же самое? То есть вы как отцы командиры для детей? У некоторых, правильно сказал Сергей, некоторые из неблагополучных семей, нету отцов и нету мужчины в доме, в семье. Конечно, мы за них ответственны, потому что ты работаешь с детьми, ты понимаешь, что вот из него в жизни потом будет, ты в него вкладываешь, и ты отвечаешь за будущее. Недаром, вот, куда бы ребенок ни пошел, пойдет он по другой стезе, начнут его с детства, как в 90-е годы, притягивать. Ну да, бандиты или куда-нибудь, да, да, да. Он верит, ребенок, он по своей наивности в кого-то должен все время верить. И вот хорошо, чтобы он поверил в хорошее, а не в плохое, потому что что ему поставит панацея, и он будет к ней идти. Ведь он верит взрослым, и он пойдет до конца. Здесь большая ответственность, что ты вложишь в ребенка, что ты им объяснишь, что такое хорошо и что такое плохо. Да, кстати, при создании федерации Артем Валерьевич тоже участвовал, да, в этом деле? Артем Валерьевич, можно сказать, родоначальник. Да, это с его разрешения и благословения все это дело и началось. Я как в предыдущем репортаже вам говорил, да, это вот бабушка моя, Александр Иванович, дай Бог здоровья, и Артем Валерьевич подтолкнули меня к этой деятельности. Да, 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 говорил Сергей такой, Артем. Это на самом деле вот два вот таких вот столпа, что называется. Когда мы начали как раз Сергеем говорить тогда, вот почему с неблагополучными семьями работали, потому что сами прошли, что называется, эту жизненную школу. Да, да. То есть я, так сказать, все это дело видел изнутри и примерно понимаю, почему я, допустим, против того, чтобы разделять детей, которые ходят в коммерческие группы и которые ходят в социальные группы. То есть у нас они разделены условно. Просто одних опекает тренер, который закреплен только за этими детьми. Но группы у нас совместные. Вот. Чтобы все дети были на равных, чтобы они чувствовали себя одинаково, каждый. И когда приступив порог зала, они все становятся суворовцами. Они все одинаковые. То есть для меня нету, вон там, из благополучной семьи, другой из неблагополучной. Да, одного там на такой-то крутой машине привозят родители, да, а другой пешочком должен приходить. Конечно. То есть такого быть не должно. Если вообще у нас возникают какие-то конфликтные ситуации, неважно на какой почве, кто-то физически вот превосходит, кто-то еще в каких-то... Это пресекается сразу. То есть вплоть до отчисления из клуба. Это непозволительно. То есть я стараюсь создать там семью, атмосферу семьи. То есть если мы едем на соревнования, значит все остальные поддерживают. Здесь очень большую роль играют родители. У нас было пять лет клубу в ноябре. Скажем так, вид спорта довольно-таки дорогой. Чтобы полностью одеть ребенка, это надо порядка 10-12 тысяч. А тем более дети растут. Учитывая то, что вид спорта предполагает обязательно наличие этой экипировки защитной. В связи с нашей сложной сейчас обстановкой вообще в стране, то, что у нас творится с бизнесом. Ну да, экономика не на самом верху. Да, поэтому многие люди, которые обещали помочь, то есть соответственно так на обещании все остановилось. А я видела, поставили, когда награждали, поставили в середине такую большую коробку и сказали, это экипировка для молодых, для малышей. Да. Вот. У нас Артем Валерьевич, спасибо большое, помогли закупить экипировку. У нас есть ребята, которые занимаются в старших группах. Это мой друг Александр Гражданкин, он закупает экипировку. Это и Виталий Самойлов помогает с арендой зала. Большую часть нагрузки – это центр программ, систем оплачивает аренду зала. Но хотелось бы здесь отметить, конечно, это старшие группы и родителей из детей, которые занимаются также у нас секцией, которые просто сами собрались и закупили 20 комплектов экипировки для этих детей. То есть я их об этом не просил. Для меня это был подарок, когда у нас было пятилетие клуба, мы отмечали, и вот ребята из старшей группы говорят, вот подарок детям. Семья, а потом мне очень порылось, когда большие и старшие раздавали новогодние подарки малышам. Так трогательно. Вот они вот как-то вот такие подарки. И вот она вот, эта атмосфера семьи чувствуется. Эдуард, у вас тоже самая вот такая вот преемственность поколений? Да, мы сначала собирались, когда все были маленькие, когда вот первый набор проводили в Мигалове, но они приблизительно одного возраста были. Но мы заказывали сначала Дедов Морозов, потом они уже подросли, им вроде это стало маленько неинтересно, но мы все равно вот как бы семью, а семью я тоже считаю, и спортсменов, и их родителей, потому что у нас такой тесный контакт. Мы с первого года, люди до сих пор остались в родительском комитете, хотя у некоторых уже дети выросли, куда-то поступили, у некоторых связали свою жизнь спортом и продолжают заниматься. Они до сих пор к нам приходят, с нами общаются. И вот мы даже тогда с Росгвардией еще, наверное, это было лет шесть назад, собирались, снимали определенный зал, снимали, заказывали новогодние торты, подарки, без подарков никто не ушел. А если я это помню, тогда я тоже была, мне кажется, на вашем... Да, 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 мы даже фильм специальный, документальный сняли по нашему группу. Очень всем понравилось, и бывший тогда начальник управления Иванов, кто тоже приходил, он тоже был поражен, потому что он только-только работал, мы только с МВД перешли в Росгвардию. Он удивился, как, говорит, вот люди безвозмездно вот так вот работают с детьми и с молодежью, и он говорит, ну, если у нас даже на нашем уровне так происходит, значит, в России, говорит, все нормально будет. Да, если в Тверской губернии так, и в других регионах страны. Артем Валерьевич, почему именно на спорт, вот, на ваш взгляд, нужно, вы делали акцент? Потому что уроки, может, проходили по-разному, я видел. У вас там так здорово, такие там и БТРы стоят, и оружие-то как вы выставите, и на бойцов-то СОБР посмотреть, это только поглядеть на них, это уже урок, может, не зря прошел. А здесь-то еще, к тому же, и спорт, вовлечение. Почему вы вот такое вот решили, объединить свое усиние, да, ребят? Ну, вообще, на сегодняшний день, это, знаете, для детей та программа, именно программа спорта, которая у нас в России как-то вообще отстала, отстала именно начиная с 90-х годов. В свое время, раньше, во дворах, 70-е, 80-е годы, мы даже, когда росли, 60-е, то есть это было нормально. Мы меняли секции, мы уходили из секции в секции, мы занимались спортом, для нас это было даже как-то достойно, почетно друг перед другом. В 90-е это все было утеряно, все это было забыто. И вспомнить, что, в принципе, те секции, которые были, бойцовских клубов, они были направлены несколько на другое. О, да, это как мы говорили. Не на воспитание молодежи, детей, и которые должны нести... Прямая дорога в криминал. Которые должны были нести добро, именно защиту слабых, а совершенно другая. Там была совершенно другая идеология. И вот с этой идеологией очень многие выросли, и потом даже пришлось им эту идеологию ломать. И сейчас спорт, когда вот начали мы уже это уделять внимание детям, там совершенно идет другое. Они же являются не просто их тренеры, понимаете, которые их приобщают именно к физическому молодовичию, именно к этой культуре, дисциплине спорта, который они преподают, они являются воспитателями. Воспитателями добра и зла. Они детям рассказывают на тренировках, для чего все это, зачем. Потому что, если мы правильно этого ребенка воспитаем, воспитаем его в спортзале, то из него получится настоящий достойный мужчина или женщина, не важно, но человек. Понимаете, именно человек, достойный человек нашего общества. И спорт, мы же не делаем акцент, да, вот именно он должен идти рукопашным боем заниматься, или он должен идти дзюдо, ну, если он даже пойдет в другой вид спорта, это не имеет значения. Просто эти два вида спорта, которые преподает у нас Эдуард Васильевич, Сергей Протасов, это два вида спорта, которые являются основополагающими в нашем подразделении. И те виды спорта, которые воспитывают, я считаю, именно у подростка уже чувство ответственности, мужества, чувство умения преодолеть свои слабости. И когда потом это развитие происходит уже его, знаете, в зрелом возрасте, когда он уже, так сказать, становится мужчиной, особенно это очень важно для мальчиков, знаете, он уже становится именно защитником и оплотом как своей страны, так и своей семьи. Так и своей семьи, ведь это же очень помогает в реальной жизни, да? Мы вообще изначально стали, когда мы проводили уроки мужества, понимаете, мы что им доводили всем? Мы изначально забыли, так сказать, основы, основы для чего вообще изначально на Руси мужчина, так сказать, был предназначен. Помимо, конечно, семьи, он был предназначен как защитник, для защиты своего отечества, своей страны, своей семьи, своего города. И даже если он был по профессии, пахал землю, красил заборы, неважно, когда трудный годин, он брал оружие и вставал на защиту своей страны. Это было нормально. А сейчас дети, к сожалению, многие подростки, они уходят в совершенно другом направлении, они становятся героями в виртуальном мире. Они садятся перед мониторами, и там он герой. Но он не понимает, что это виртуальный мир. И самое главное, что он уже не осознает, что это виртуальный мир. Он не осознает, он себя уже чувствует в нем. И когда ты из него пытаешься его вытащить из этого мира, у него происходит повод из-за того, что это нужно, уже мешается психологу, становится жутко этот стресс. И вот как раз ребята делают то, чтобы детей в этот виртуальный мир не пускать. Не пускать, а чтобы дети научились жить в реальном мире, в реальной жизни. И героями становились именно в реальной жизни. Кстати, помните, мы и здесь, за этим круглым столом, периодически говорили, сколько поколений мы потеряли, вот те самые 90-е мы сегодня вспомнили, да? И что одно время, вот то самое, о чем сказал Артем Валерьевич, вот это понятие слушателей, это, мягко говоря, не то, что было немодным. Это даже для молодежи было чем-то постыдным. Что ты пошел в армию, да ты дурак набитый, да? Тебе не удалось скосить. Это сколько поколений, во всяком случае, два поколения точно, а теперь вам воспитываться приходится детей и тех детей, да, которые у нас в 90-х. Да. И там не только такие понятия связаны, не обязательно именно со службой. Это вообще... Понятие патриотизма, да, вообще, оно его не стало. Да. Неудачники в жизни. Да, да. Называли неудачники в жизни. Ты говоришь о патриотизме, это очень удача, потому что говоришь не о деньгах. Всё правильно. Особенно сейчас, когда всё доступно, у нас можно открыть интернет, и там доступно всё абсолютно. Очень много людей, которые рассуждают о правильности жизни, как правильно жить, как неправильно, где красивые ролики снимают разные, как это должно быть. Взять ту же самую нашу эстраду, кинематограф, что у нас сейчас идеализируется. То, что, допустим, даже в моём детстве, начало 90-х годов, когда я учился в школе, то, что было постыдно, то, что было нельзя, сейчас, наоборот, это дело всё преподносится. То есть у нас рассмытое стало понятие того, что хорошо, того, что плохо. И вот сейчас как раз вот эта работа с детьми, мне кажется, это вот направлено как раз на то, чтобы детей направить именно по правильному пути. То есть мы их пытаемся замотивировать, что есть другая сторона, то, что вот кто настоящий мужчина, как он должен выглядеть, как он себя должен вести в жизни. Потому что, опять же, я говорю, это большая воспитательная работа, в первую очередь. Да, во всяком случае, вы часто берёте на себя то, что должны, может быть, по большому счёту делать учителя. Не в сторону Монохина и Бангерштейна идти. А вот это вот правильно, да. А кто герой? Вопрос. Там всё легко. Сейчас на первом месте в школе, когда вот спрашивают их, кем ты хочешь быть. Я буду блогером. А, потому что это, кажется, лёгкие деньги. Лёгкие деньги, а в школу, оказывается, не ходят. Как по-героическим, а при этом человек учит жить миллионы людей, не вставая с дивана. Нет, а здесь, знаете, ещё другая есть сторона медали. Раньше звёзды, все звёзды, любые, эстрады, кино, театры, это считалось что-то таким недосягаемым. А сейчас каждый может почувствовать себя звездой. То есть открыть любую соцсеть любого человека, и он звезда. То есть он смотрит, он для себя, для своей аудитории, он звезда. Говорим о том, как бойцы управления Росгвардии по Тверской области занимаются с нашим подрастающим поколением, чтобы не потерять наших детей, которые часто уходят в виртуальный мир, а иные, подрастая из этого виртуального мира, уважаемые друзья, да, хотят заработать легких денег и идут по пути модных нынче так называемых закладок, да. А потом неминуемо оказываются в местах не столь отдалённых. А о том, что мы говорим, терроризм и экстремизм, кого берут? Вот точно таких же оттуда, да, промывая мозги. Это вот сейчас вообще тема Колумбайна, вообще всё, что связано с терроризмом и экстремизмом, особенно подростковым, она стала очень остро, никогда такой темы не стояла, настолько остро именно. Я вообще, когда пошла вот эта проблематика, это стрельба в Казани, в Перми, в Керчи, ну, мне стало интересно статистику вообще, да, и начиная с 99-го года, вот это вот всё пошло, да, Колумбайн стал уже именем нарицательным, да, хотя это название школы, да, одноимённого штата, где двое подростков, вооружившись, убили 13 человек, 23 раненых, ну, и застрелились сами. То есть это был такой очень, скажем так, яркий такой показатель того, что поколение начало теряться. Опять же, это было на Западе, для нас это было дико, непонятно, сейчас это дошло до нас. Да, всегда казалось, что это где-то далеко, где-то за океаном. Да, пока это не касается нас. Так вот, оказывается, что с 2015 по 2019 год 14 случаев было именно падения в школах. Если копнуть дальше, а с 2019 по 2020, вот уже второй год, то есть, да, вот последние события... Только 2021 год сколько нам принёс таких бед? Да, то есть статистика, и она растёт, эта статистика, соответственно, потому что поколение, оно меняется, Оно сейчас вырастает, вот эти два персонажа в 1999 году, они сейчас как два идола. Они записали свои имена в историю, потому что они были первыми. И сейчас те молодые люди, которые смотрят вот эту вот историю, которая была, они очень подробно всё описали. Они всё это дело снимали, они очень подробно всё описали, как это всё было. Есть документальный фильм, не помню, на BBC. Но суть в чём, как бы, они объясняют свои действия тем, что в школе их задирают, учителя на них внимания не обращали. У них была именно вот эта вот классовая разница, люди, дети из обеспеченных семей, успешные дети, и дети неуспешные из малообеспеченных семей, насколько их принижали. И это надоело, они решили им отомстить. Вот и всё. То есть проблема-то, она всегда была проблема. Взять там, не знаю, учебные заведения, взять армию, ту же самую дедовщину. Это всегда было. Но никто не брал оружие и не шёл убивать. А сейчас нам показали, что это можно делать, и всё. Дети пошли. Точка тупения просто определённая, да, как говорил Ленин, последний клапан. Вот. И им просто детям, подросткам не объясняют то, что вот это вот неправильно, так нельзя делать. Вы понимаете, то, что есть другие пути решения. Они вот, я вот соглашусь, конечно, да, Сергей, это верно, вот, объяснять. Но вы сами, наверное, сталкивались, когда родители дома объясняют, не все дети ещё и слушают, воспринимаются, что такая, кто ты меня учишь? Это кто является авторитетом, опять же таки, да? Если есть, вас слушают, Эдуард, вас слушают, являетесь авторитетом. Что, Витя, приходится ли ломать в чём-то подростка, который говорит, да нет, это всё ерунда, вот, вот тут вот мне по интернету говорят правду. А вы там прописные истины. Вы знаете, наверное, ну, в этой проблеме главным, кто может помочь, это всё равно будут считаться родители. Большую часть времени дня и ночи, вообще всей жизни родители находятся рядом со своим ребёнком. Это то же самое, как, знаете, вот в детстве играли, кораблики запускали в ручеёк. Можно и хороший кораблик запустить, и больше его не контролировать. Он там через два метра врезался куда-то в берег, там и остался. А другую спичку можно постоянно подталкивать, ей что-то подсказывает. Вот так вот и с детьми у нас. Ведь у нас некоторые родители, даже когда отдают и в какую-то секцию, они отдали и отдали. Так будут заниматься? У всех разные причины, почему они отдают. Одни хотят, чтобы их ребёнок похудел, другие, чтобы он не сидел дома на телефоне. Третьи. Вот они отдали, себе ответственность сняли и думают, от того, что он ходит, что-то изменится. Но они забывают про то, какой бы тренер хороший не был, всё равно ты остаёшься родителем. К сожалению, не все забывают, вот Эдуард правильно сказал. У нас частично, я работаю в школе, я общаюсь с другими педагогами, которые тоже говорят некоторым родителям, очень трудно объяснить, что его ребёнок делает что-то неправильное. Понятно, что для родителей его ребёнок остаётся самым любимым, самым красивым, самым добрым. Но когда он сам понимает, что у него начинаются какие-то проблемы и всё равно продолжает, он не мог так сделать, он так не делал. И даже если ему доказываешь, он ещё сто каких-то отговорок найдёт, значит, кто-то виноват. Кто-то виноват, но только не они. Надо всегда начинать с себя, потому что мы привыкли сейчас в обществе не видеть у себя бревна, а у другого видеть в глазу. Соломинку обревну, а то и лез, а то и лез в углу. Да, да, Серёж, вот, кстати, насчёт того, что сказал Эдик, вот о чём мы говорим. Неспроста в вашем клубе каждый тренер, ведь это же офицер, да? Ну, во-первых, вообще сам клуб создан в честь великого офицера. Александр Суворов? Да, Александр Васильевич Суворов – это такой, скажем так, флагман нашей российской армии. Это показатель непобедимости, показатель веры, честности. Вообще, как бы, всех своих спортсменов я обязательно заставляю изучать биографию Александра Васильевича Суворова, чтобы они понимали, кто это, и надев кимоно, придя в зал именно рукопашного боя в Твери, то есть, чтобы они понимали, что они несут какую ответственность, потому что уронить честь такого человека, вот. И что касается внеклассной работы, у нас, я говорю, это выстроено уже в обязательную программу, то, что мы мало того, что просто не пришли, а занимались, нет. У нас сто процентов, что касается именно тверских, я имею в виду клубов, рукопашного боя – это офицерский состав с разных подразделений, и Росгвардии, и Министерства обороны, люди с боевым прошлым, те люди, которые могут являться авторитетом, которые в своей жизни чего-то добились, и на своих именно примерах они показывают, то есть, как нужно жить, как нужно относиться к родине, к своему ближнему, к своей семье. К примеру, если один кто-то опаздывает, либо один кто-то косячит, за него ответственность несут все. Это обязательно. Но такая вот дисциплина, Артём Валерьевич, по-вашему, она должна быть в спортивном клубе, как в боевом подразделении? Дисциплина вообще изначально, она должна быть с детства у ребёнка, и к ней надо приучать к дисциплине. Поверьте, дисциплина, вообще, если человека это воспитали, понятие, она принесёт ему только добро и пользу в будущем. Все наши проблемы в жизни вообще у людей происходят именно от недисциплинированности, неумения концентрироваться, собраться, скажем так, выполнить те задачи, которые он перед собой ставит, отсутствие целей в жизни. Дисциплина, она, это, наверное, не только то качество, которое должно воспитываться в войсках, в армии, в спецназе, она должна воспитываться вообще у детей с детства, наверное, со школы, а может быть, даже уже начинать и раньше. В армии просто это всё более серьёзнее, более жёстче. Это сейчас, говорит Артём Валерьевич, который уже называется «в мирной жизни», да? Не в военной себя. Вы знаете, кстати, я хочу сказать, что «в мирной жизни» до сих пор, кстати, удивляюсь. Я когда вот начал сейчас работать с штатскими людьми, с гражданскими людьми, причём с некоторыми, которые вообще, так сказать, никакого отношения никогда к армии не имели, с ними достаточно сложно, наверное, бывает, работать. Именно потому что вот именно отсутствие вот этой дисциплины? Да, именно понять отсутствие дисциплины, понимаете, обязательств, выполнение задачи, понимаете, которые вроде он сам на себя взял, и ну и ладно, ну не выполнял, и вроде как-то человек, который носил погоны, или носит эти погоны, которые служил долго, он себе такого позволить не может, у него уже и это в крови. И он если взял на себя какое-то обязательство, он будет его выполнять до последнего. Ну вот именно поэтому, да, с гражданскими иной раз нелегко. Ну... Со своим-то подразделением полегче было, сказал, сделал, да? И другая ответственность. Эдуард, Сергей когда рассказывал относительно того, вот у него слово прозвучало, я даже записал, заставляю читать, через заставляю, биографию Александра Суворова, да, он мне говорил, через заставляю приходится иной раз. Просто, да, дети некоторые не понимают, да, что это надо, но надо же сначала, сначала через не хочу, а потом, наверное, как в любом деле. Ведь спорт это труд, прежде всего, тоже. Спорт труд, но когда они приходят в зал, мы не только занимаемся физическими упражнениями, мы много разговариваем. Потому что если с человеком не разговаривать, для чего он это делает? Правильно, как Артём Олегович сказал, у каждого человека должна быть цель. Многие пришли в зал и занимаются, они не понимают, для чего занимаются. У некоторых маленьких есть цель, да, я хочу стать чемпионом мира, олимпийских игр, они читают что-то про этот вид спорта. А другие ходят, потому что ходят, потому что это выбор родителей. Не они выбирают в таком возрасте, 6-7 лет, их просто привели. Первично их надо заставить просто любить спорт. Потом разбираться в том спорте, в котором... А дальше они сами выберут. Правильно, как мы в детстве. Ещё раз говорю, сказал Артём Олегович, мы ходили в одну секцию, в другую. Мы искали сами себя. Да, что душе близо. Кто-то с первого раза попадал в ту речку, в которой ему было комфортно, и он оставался в ней. Другой, может быть, так и не нашёл. Но спорт, он никого не сделал хуже. Спорт – это дисциплина. И вот мы, когда начинаем заниматься, я им перед каждой тренировкой говорю, ребята, тупых спортсменов не бывает. Самое главное в любом виде спорта – это голова. А успешный человек, он будет успешен во всём. И в спорте, и в жизни, и в учёбе. Поставьте перед собой цель. Делайте для этого что-нибудь. Не живите старыми сказками, не живите халявой, не ждите какого-то волшебства, что вы сидите-сидите, оно само по себе что-то произойдёт. Это как обещает Тежбогина. Проплывёт какая-то щука, что-то такое. Вот где-то магия должна быть. Магия в вас. Вот чем вы больше делаете, тем лучше у вас будет результат. Да, это замечательно. Кстати, Эдуард, когда вы говорили, вот вам, я считаю, что повезло. Федерация дзюдо, у вас есть тренировочная база. Я знаю, что просто у вас, Серёж, рукопашный бой, но вот вы говорите, платите за аренду, там помогает кто-то платить, там, там. Что мешает и что необходимо для развития? Потому что дети должны всё-таки приходить. Если вы говорите, стремитесь к тому, чтобы занятия были бесплатны, как можно меньше стоить для тех же самых необеспеченных родителей, значит, эта арендная плата должна быть сведена к нулю. Ну, здесь, во-первых, принципиальное отличие, то, что дзюдо – это олимпийский вид спорта, и он входит в спортшколу, наш, единоборство. А, тут ещё, а у нас рукопашка не олимпийская. Рукопашный бой, он не является олимпийским видом спорта. Он прикладной. Он прикладной вид спорта. Мы не входим в состав спортшколы, и мы не состоим на бюджет, мы не коммерческая организация. Соответственно, наша деятельность, она идёт чисто на благотворительность. То есть, у нас все, 100% офицерский состав, они всё это только на идеи, на голые идеи всё это строилось. Очень много людей сменилось, на самом деле, очень много тренеров сменилось, которые люди приходили некоторые, кто-то деньги зарабатывает, кто-то свои там с амбицией какие-то. Все эти люди отпали. То есть, сейчас остались только те, кто действительно болеют этим, у которых идея. Очень остро стоит, конечно, вопрос с арендой. В помещении вообще сложно найти муниципальное, я имею в виду, в городе. Не олимпийскому виду спорта, не входящий в состав спортшколы. Мы сменили несколько залов. Сейчас мы остановились на заводе в Южном. Но, опять же, зал по своей квадратуре не позволяет разместить всех спортсменов. Нам группу пришлось разделить, соответственно, дополнительно брать время и ещё дополнительно платить аренду. То есть, соответственно, тут сумма, на самом деле, выходит за месяц. Слушайте, ну, может быть, кто-то из руководителей, может быть, из депутатов услышит нас. Это же вы же не для себя работаете. Сколько детей я просто видела от мала до велика. И как глаза горят у ребятишек. Нет, знаете, как мы выходили на спорткомитет, они не против, они нам предоставляют для соревнований, то же самое ФОК, там муниципальные какие-то. Но, опять же, только для тех детей, которые идут именно по программе Союза единоборств. То есть, пожалуйста, давайте предоставлять нам необходимые документы, мы предоставим, вопросов нет. Здесь, опять же, хотелось отметить директора ФОКа Султана Ахмерова, Михаила Аркадьевича Мирошкина. То есть, по его инициативе, он, ребят, я двумя руками за, я готов вам помогать. Ну, как бы, я тоже человек, который находится на службе на своей. Но всё, что касается внеклассной работы, вот для этих детей, с любой просьбой, я сделаю для вас всё, что нужно. То есть, да, здесь всё, как бы, вот, на личных. Личные взаимоотношения, да? И также в районах также дела обстоят. А, кстати, в районах тоже есть у вас, да? У нас 9 клубов всего в районах разных. Да, вот сейчас мы зашли в Торжок. Почему именно в Торжке проводили мы сейчас соревнования, посвящённую Дню Собра? Потому что там мы открыли отделение. Там Мариан Мужейко возглавил отделение. Очень опытный спортсмен, очень опытный тренер. Там администрация пошла навстречу. То есть, на тот момент ещё был заместитель сейчас исполняющей обязанности Сергея Викторовича Кулагина. Мы с ним встретились. Присутствовал директор спортшколы Сергей Гурин. Присутствовали представители департаментов образования, демографии, всем идея понравилась с детьми. У них остро стоит вопрос с детьми. Не обязательно, не только с теми, которые идут по программе, а вообще дети. То есть, в целом, очень много детей, которые идут по службе ПДН. Вот также я дополнительно ещё пишу программу для этих детей, чтобы с ними проводить работу. Здесь даже, знаете, у меня был, не знаю, такой не конфликт, а недопонимание со стороны коллег своих, с других регионов. Когда я консультировался по поводу того, что я хочу развивать данный вид деятельности именно с данными детьми, и воспринялось это всё с такой критикой, ну, даже, говорит, понимая, что дети, они социально неадаптивные. И куда их поведёт, ты даёшь им в руки оружие. Когда ты их обучаешь единоборствам, ты даёшь им в руки оружие. То есть, у меня по этому поводу своё мнение. То есть, оружие сейчас, если уж так откровенно смотреть, это не проблема. Возьми нож, палку, тот же самый пистолет там травматический где-то. Это при желании достать-то сейчас каждого второго. Вот. Но при этом людям не объяснят, что такое хорошо, что такое плохо. Вот здесь, в этом опасность. А мы всё-таки пытаемся именно объяснить им то, что мы даём, это даётся для защиты. Для защиты себя, для защиты государства, для защиты веры, в конце концов, да, как Александр Васильевич Суворов. Да, это я сразу вспомнила почему-то Раскольникова, потому что может быть и топор, да, ведь это же как... Если с дурья, что называется, этим топором можно убить ту же самую старуху-проценщицу. Конечно. Эдуард, есть у Вас необходимость в привлечении тех же самых тренеров или же воспитанников, или у Вас комплект? Что Вы можете порекомендовать? Кто может прийти заниматься Вашей школой? Ну, вообще, я хотел бы сказать, вот Вы здесь начали говорить про федерацию и школы единоборств. Это маленько разные вещи, потому что федерация у нас в городе одна, которая собирает всех дзюдоистов, кто и в бюджетных организациях, и в клубах платно занимается. То есть, это общественная организация, которая отвечает за проведение соревнований, за командирование спортсменов в другие регионы, на соревнования. То есть, она отвечает за направление дзюдо. Школа единоборств – это у нас уже государственная, бюджетная организация. Это одна из немногих школ Олимпийского резерва Тверской области, которая работает полностью на государственном бюджете. То есть, дети у нас занимаются бесплатно, с этой стороны нам легче. Есть определенные залы, в которых мы занимаемся. Ну, если только вот не считать моего, что мне в свое время просто так повезло, он хоть небольшой, но, можно сказать, свой. Да, лучше маленький, но свой, когда песни поешь. То есть, мы как бы за него не платим, а там занимаемся. И штат тренеров у нас достаточно большой. Они, то есть, все стоят на кладе, на зарплате. В этом у нас проблем как бы нет. С тренерским составом нет. Но лучше свои кадры, чем пришли. И да, действительно, многие, которые заканчивают в большом спорте, остаются, остаются и передают свой опыт уже молодому поколению. Уважаемые друзья, тема «Время эфира» подходит к концу. Серёж, как вас можно найти, как называется клуб? Клуб «Суворов» можно в поисковике, в любом просто «Рукопашный бой», «Тверь». И сразу же все наши контакты выйдут в ФРБ-69, в странице ВКонтакте, в Инстаграм. Я надеюсь, что прислушаются к нашим пожеланиям, и мы сумеем найти зал. Артём Валерьевич, буквально на финал пожелания родителей. Пожелания родителям не упускать своих детей, причём с самого раннего детства. Потому что именно основа и стержень закладываются изначально в самом-самом юности. И сделать из них людей чем позже, чем тяжелее. Спасибо огромное, друзья, за участие в программе. Я надеюсь, что у нас с каждым годом детей, которым нужна будет помощь, и вашей помощи будет меньше, а вырастим с вашей помощью достойное поколение. До свидания, будьте здоровы. До свидания. До свидания.